Приветствую вас, аноним. Мне кажется, вы задали вопрос, вот самый-самый-самый неприятный, самый-самый опасный для себя, самый-самый деструктивный вопрос, который вы только могли бы задать. Который, собственно, как мне кажется, скрывает глобальную вашу особенность, характеристику, что и определяет то, как вы живете, в том числе определяет ваше прошлое, определяет ваше настоящее и, как мне кажется, пока что будущее. Вы не доверяете себе тотально, полно и очень глубоко. И не доверяете себе. Что значит недоверие себе? Недоверие себе характеризуется, на мой взгляд, двумя основными активностями, связанными с эмоциональной сферой. Первое, это подавление чувств. Второе, это попытка замещения чувств. Вот. То есть, я что-то чувствую, я пытаюсь это подавить, неважно почему, и я говорю себе, нет, это вот не тот, я чувствую, а я чувствую это совсем другое. Ну, например, я хочу есть, я себе это подавляю, говорю, что, ну, как так, я хочу есть, если я поел там, скажем, ну, час назад, вот, я ел час назад, как я могу и хотеть есть еще, ну, это невозможно. Все, я не должен хотеть сейчас сразу подавить это чувство. Вот. Или я говорю себе, так, я чувствую голод, но на самом деле это не голод, это, там, не знаю, например, хочу пить. Или там, на самом деле это не голод, это холод. Вот. Или там, хочу, ну, желание пообщаться, например. Вот. Вот мне кажется, функционально вы следуете этим двум особенностям обращения с эмоциональной сферой, что, собственно, говоря, и образует у вас вот такую реальность. Ваша история, она вызывает сочувствие, она вызывает сожаление. Она действительно, эта история полна боли, эта история полна невысказанных обид, наверное, невыплаканных слез, хотя мне кажется, что вы плакали и плакали не один раз, но мне кажется, что делали вы это, мягко говоря, одна, а не кому-то вот так вот доверительно, чтобы кому-то плакали, но вы этого не делали вообще. Мне кажется, что человек вы в целом не такой, как кто бы на данный момент мог бы опереться на кого-то, поплакаться кому-то, раскрыться кому-то и так далее. Вот. Что еще можно показать? Драма. Лучше, что вы можете сделать в контексте травмы, это начать инвестировать в себя, в психотерапию. Вот. Психотерапию мне коротку. Вот. Второе, что вы можете сделать, это собственно начать травму проинжимать. То есть в этот момент в том, что чувства, которые вы испытывали эту травму, они не правят. У меня есть столько ощущений, что вы тебя наказывали. Вот. Вы тебя наказывали, вы тебя за что-то бичевали, унижали. Вот. Вы тебя уничтожали. По сути, вы пытались, мне кажется, в какой-то степени пытаетесь до сих пор совершить такой психологический суицид, если можно так выразиться. Вот. А при этом отчаянно нуждаются в любви, в ласке, в заботе, в нежности, в тепле. И вы выбрали тот самый легкий способ, это чрезмерная активность может быть в интимной сфере. Хотя чрезмерная активность, что такое чрезмерная активность, да? Вот указывала своя мера этой активности. Вот. Важно понимать, что вот сами травмы на мой взгляд не бывают двух видов. Первая травма это когда разрыв, разрушение, перелом, а травмы это вот образом можно изобразить как перелом, происходит внезапно. То есть ну условно там шел-шел-шел, шел человек по улице вдруг раз, и вот ему там взяли сломали ногу, к примеру. Вот это внезапно ничего как бы беды не предвещало. И другой вид травмы, когда человека всю жизнь ногой, например, были проблемы всю его жизнь, всю. Но человек ничего не делал, чтобы эту проблему решить как-то. Вот. И одно время. Такой человек идя по улице, наступает на ногу, и она у него ломается. травма. Травма, боль, все, но эта травма не худшая, не тяжелее, и не легче. Первый, это просто разный вид, разный вид травм. Реакция на них у людей может быть самая разная. Так вот, в первом случае мы имеем дело с такой болью утраты всего-то. Мы имеем дело с горем, когда мы теряем, утрачиваем что-то. С горем. Мы имеем дело с горем, которое с чем-то схожее, с чем-то схожее с горем утрат человека близкого. Потеря близкого. Во втором случае мы имеем дело просто с болью. Мы не имеем дело с горем, мы не имеем дело с болью и прятой, потому что человек всегда знал в глубине идущей, что у него это что-то есть. И он в силу ряда причин выбирал это игнорировать. Пока это не дошло до критической точки. Вот. И то и другое может быть очень тяжелым, и то и другое может быть очень болезненным. Но вам нужно понимать следующее. То, что вы написали, что у вас ОКР, в связи с травмой, вот, это, мне кажется, просто некоторые конструкции, которые вы накидали себе, чтобы как-то структурировать свою реальность психологическую, и все. Потому что вы себе не доверяете. Вот. Но по факту, по факту, еще тогда, когда до всего этого, до замужества, до травмы, до того, как вы начали вести разгульный образ жизни, как вы сами его называете, до этого всего, вы уже были каким-то человеком. Это не значит, что нужно копаться в прошлом и смотреть что и как. Нет. Просто необходима общая картинка, что вы уже были каким-то человеком. И тогда вы выбрали действовать определенным образом, и вы выбираете действовать до сих пор. Ничего не изменилось. Меняется форма, меняются инструменты, меняются средства, меняются люди, меняются декорации, но выборы, ваши выборы, они остаются теми же самыми. А именно, вы бежите от самой себя. Первый раз вы сбежали в разгульный образ жизни, потом избежали травм. Третий раз вы бежите в ОКР в болезни. Понимаете? Это бегство. Бегство от себя. Бегство от того, что внутри вас. Бегство от того, чего вы внутри себя очень сильно стыдите, сильно вам больно и так далее. Именно в этом направлении вам нужно двигаться в направлении познания этого. Но мне кажется, что вам здесь имеет смысл увидеть всю картину целиком. Вот это. Вот. Такой ответ. я не считаю, что вы виноваты в том, что с вами случилось. Я не считаю, что вы заслуживаете ну, того обращения с вами, которое происходит, происходило бы всему. может быть, но я считаю, что вы, если вы прислушаетесь к себе, вы, может быть, со мной согласитесь, если вам хватит мужества и честности, вы не очень удивлены тому, как к вам обращаются. Возможно, вообще, пожить. вам может быть больно или вам может быть неприятно или но вы не удивлены. Вы не души, вы чувствуете, что к вам относится в принципе так, как вы себя чувствуете. То есть, к вам относится так, как вы относитесь к себе. И мне кажется, что то, что с вами происходит, это следствие. Это отражение того, как вы видите себя. Если вы видите себя как некий объект, некое тело, некую сущность, которую можно использовать, то к вам такое относится, потому что вы так себя позиционируете, вы выбираете людей, которые будут относиться к вам таким образом, людей с определенными ценностями и так далее. Мне кажется, что начинать вам нужно с того, чтобы познакомиться вообще с другими ценностями. А вот какие ценности еще бывают? Вот прежде чем вы будете готовы к непосредственной терапии, мне кажется, что имеет смысл ценностями ценностями еще бывают? Что вообще еще бывают? Пообщаться с человеком с относительным этих ценностей, лучше всего, если бы это был психотерапевт, постараюсь. Вот. И постепенно увидеть, что есть еще другая реальность. Она может казаться где-то чучной, где-то непонятной, где-то страшной, но это другая реальность, она существует. есть другая точка зрения. Вам необходимо расширить свое восприятие. После этого вы будете готовы к тому, чтобы лучше узнавать себя. И вот уже тогда вы сможете пойти во всю ту боль, которая у вас есть, во все те противоречия, конфликты, обиды, вот, во все те волнующие вас вещи, которые сами находят. Просто узнав, увидев, что у человека другие ценности, другие ценности, другие, даже не другие, а просто может быть непривычные вам ценности, о которых вы знали, может быть, но людей, с которыми вы не встречали. Вам будет легче такому человеку довериться. психотерапии, важно, чтобы вы доверились. Это не будет сразу, это будет поступенно, поэтому так важно, чтобы вы задумались об инвестировании в себя, в психотерапию. В моем подходе медицинское лечение, лечение медикаментозное, особенно психологическое состояние, но совершенно неэффективно, за исключением вот острых симптомов. Я как-то больше продвигаю то такое видение, что взаимодействие с симптомом, а именно это вы предполагаете, используя термин ОКР в результате травмы и глагол лечить. Так вот, взаимодействие с травмой, взаимодействие с симптомом, как мне кажется, просто генерирует новые симптомы. генерирует не решает ничего для человека, не меняет человека. И мне кажется, что задача психотерапевта не в том, чтобы решить какие-то ваши проблемы, они у вас есть, а задача психотерапевта показать, что у вас есть способы решения проблем, у вас самой есть способы, о которых вы раньше не подозревали. Вот. на этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен, надеюсь, что мой ответ даст вам почву для формирования обратной связи, которая могла бы стать основой для работы плодотворной над собой вам. Вот. Я надеюсь, что вы обязательно к этому придете. вам всего самого доброго и удачи.